итак друзья речь сегодня пойдет о ремонте полосы на мониторе я не знаю насколько видно но вот здесь у меня полоса соответственно сейчас ее увеличу друзья и самое смешное что как видите я сейчас снял крышку вот у меня вот так выглядел монитор и я просто поддел его и начал на себя тянуть статья полоса вот она надеюсь сейчас на нее навестись сейчас она уменьшилась значительно вот она и сейчас расскажу как она уменьшилась она уменьшилась после того как я снял вот эту вот крышечку просто поддев еще раз и на прищепках снял ничего не откручивая эти вот теперь еще и вышел здесь короче здесь вот он потом его также подсоединил ничего страшного здесь нет хотя наверное придется мучиться значит друзья как я уменьшу просто посмотрел ролики и здесь в этой части говорили что отходит контакт вот снизу да где-то здесь посмотрите по нажимаете я действительно по нажимал и вот это во первых прямая ну линия она уменьшилась вот внизу я по нажимал и соответственно я пришел к выводу что сейчас если я что-то действительно такой типа как резинки сюда подложил то возможно это прямая вообще исчезнет вот так что пока она не меняется не изменяется но друзья еще некоторое время я нажимаю кстати до этого она реально изменялась за счет того что я просто нажимал через даже вот эту внешнюю часть просто нажимал вот так вот да пальцем вот сюда и она исчезала временно и со временем все-таки опять появилась уже навсегда так сказать а может и нет но по крайней мере сейчас вот она уменьшилась сейчас друзья я сделал следующее выключу попробую еще раз понажимать и скажу вам что из меня сейчас что-то ничего не меняется ты же посмотрим теперь друзья буду разбирать свой монитор значит у меня есть пол полосочка я здесь снял переднюю панель я уже говорил она просто на защелку до соответственно отсоединил и соответственно сейчас буду откручивать сзади значит отсоединяю питание на живую почему все на живую потому что потом можно было подсоединить и посмотреть трамвай пропадает не значит либо нет полоса значит отсоединяется все сзади откручивается вот так поднимается здесь у меня видите здесь 4 винта чтобы отсоединить клавиатуру точнее монитор от ножки достаточно отвинтить 4 винтика сейчас я их и 2 еще снизу здесь у нас тоже будет задача следующем значит то отсоединяем здесь все тут здесь все отсоединяем ну и вот так поворачиваем монитор здесь здесь тоже ну и главное 4 винта вот у нас остался один винт так вот этот третий и еще один винт точно так поворачиваем здесь в эту сторону видно что уже монитор в общем-то держится на соплях здесь там видно ну логика понятно 4 винта я думаю что найти их не сложно а я посмотрел ролик ю тубе и значит будем делать следующее отсоединять крышку и дальше дальше будем значит действовать по плану короче друзья там надо будет смотреть ну что несколько вариантов возможно варианты может быть что-нибудь прогреем может что-нибудь смажем спиртом от окислей ну посмотрим сейчас так друзья пропустил здесь еще два винта потому что на них все держится соответственно сейчас кстати в интернете точнее на авито я видел объявление о продаже такого же ровно монитора с примерно такой же полосой как и у меня экране я думаю что это вообще распространенная проблема и проблема в том что отходит шлейфы и надо как не в реальном времени подсоединить значит монитор и играться сошли вы либо там я не знаю что делать прогревать плату ну сейчас все проверим главное что со смыслом ну и так соединить тут адаптер и все можно отсоединять здесь вот соответственно сам монитор крышка вот она отошла здесь вся в пыли с этой стороны но все смотри дальше что к чему поехали так друзья вот наш монитор и буду откручивать внизу есть подозрение что возможно из-за этого шлейфа не знаю посмотрим сейчас так ну ка не грызть провод но она не грызет просто на делать вид что грызет на самом деле не грызть ну что же откручиваю пока внизу здесь знаю вообще получится ли так нет не получится надо брать твердки сяоми так твердки сяоми помогаете так так и погнали у по я просто еще котейка любит поиграться с винтиками вот это будет засада так тут у нас снимается вот да вот они наши дорогие шлейфы вот они и вот эту плату нам надо промыть прочистить смазать и друзья я даже отметил примерно вот этот шлейф вот в нем проблема вот он отходит вот скорее всего надо будет греть либо плату ну короче сейчас все сделаем и спиртом промажем и значит шлейф и не шлейф и прогреем а вот эту плату рядом прогреем аккуратненько естественно посмотрим что к чему значит также значит проверю вот этот шлейф так надеюсь что а вот так его надо нажать и пути на дне он просто идеале ушли в просто идеале точно никаких проблем нет ну короче поехали так же я беру стопроцентный спирт беру кисточку и просто зачищаю потом статьи чтобы окисел и все остальное ушел причем спирт именно стопроцентный и и и и и и и и так но проблема вот еще раз переворачиваем его да и соответственно проблем вот с этим шлейфом сто процентов и прогрею аккуратно пеном греет он примерно 300 но это не только на первой скорости все-таки главное чтобы вот эти вот не подпалить шлейфы но не горячая даже просто такая себе ну короче время теста можно подсоединить я думаю аккуратно и посмотреть что выйдет посмотрим сейчас шлейфы подсоединим просто монитор и посоле вообще что-либо изменился бы ничего не изменилось либо что-либо что к чему посмотрим так противника подсоединив но питание тоже подожду пока плата остынет чуть-чуть буду запускать ну она уже подостыла быстро я ее не особо то и прогревал хотя нет здесь вот еще теплая да подожду еще подожду еще нет друзья полоса все еще осталось вот она ну кстати после какого-то прощупания до видео да ну сам в самом начале я показывал да что это значит она была ну как бы шире и сейчас она просто уменьшил за счет того что я как бы понажимал вот в этой области сейчас посмотрим еще что можете короче друзья снял вот с этой стороны вот эту железную рамку и блин там много защелок я промучился что можно сказать вот проблема из-за вот этого шлейфа теперь я уже точно могу сказать и у меня такое подозрение что из-за того что вот он единственный здесь вот сбоку помят я не знаю на камеру видно ли нет но он здесь он чуть-чуть перегнут причем почему так случилось непонятно почему так произошло непонятно с этой стороны было вообще что-то намазать ну короче тоже сейчас пиртом промажу основание контакта где вот здесь вот и не знаю что сказать не знаю больше планах нет не знаю поможет ли это или не поможет я думаю что навряд ли но вот как-то так вот из-за этого контакта и здесь если честно я вот приглядываюсь и все вроде идеально не знаю что тут могло случиться разве что сам шлейф вот этот вот он переполнит немного да где-то пострадал и все теперь вот такие проблемы причем сигнал друзья было так сигнал все-таки я чинил нажатием пока в какой-то момент времени это уже перестало помогать просто ну как бы нажимая не нажимая да ну единственное что последнее нажатие уменьшила полосу она стал меньше но все это вот больше никаких изменений нету просто раз и все надеюсь здесь ничего не отойдет у меня так здесь я тоже промажем на всякий случай ну вот как то так и если честно вообще нет никаких 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 мыслей почему за что но понятно что именно этот шлейф виноват вот он единственное что он из-за того что с той стороны он погнут но опять же стоял стоял раз этот сигнал эта полоса появлялась да соответственно никак ее не опровоцировал ну в этом месте почему она решила тут именно появится такое но ощущение как будто здесь действительно самый длинный шлейф такое больше всего запаса в нем хода и вот он поэтому он как-то гулял здесь я не знаю при переноске он разгулялся и вот решил показать свой характер но опять же не понятно не понятно потому что смотрите все выглядит идеально и я не знаю кроме как здесь на краешке хотя уже сейчас и не вижу где тут было погнуто сейчас это уже не замечаю ну ладно ну что ж я если кому любопытно полоса полосочка маленькая осталась и у меня остается просто один последний вопрос каким образом я вообще уменьшил эту приму ну эту линию нажимая здесь на что я влиял потому что в общем то здесь то ничего и нет в общем то и здесь и здесь другой стороны тоже ничего там нет все непонятно тогда на что ну ладно ну ладно тут уже есть вероятность что-нибудь замкнуть естественно ломать не строить поэтому я не профессионал и поэтому конечно же больше ничего делать не буду возвращая все как было собираю его и в общем то это прямая даже она почти незаметно вот вы сейчас даже смотрите да на общем-то вообще незаметно так что возможно вскоре отдам в ремонтную мастерскую но у нас плохие друзья значит я уже рассказал про орбиту да плохой у нас рейтингу орбиты соответственно вот как то так ну что они могут просто там ничего не сделать а взять денег ничего не исправить то есть что-нибудь возможно прогреть после что-то заработает а потом опять вернется обратно и вы вернете они скажут а вообще проблема в другом но тебе слушать тебе вообще надо менять скорее всего плату и это будет стоить там как этот монитор да там двадцатка и а когда ты спрашиваешь за что же вы первый раз взяли деньги что у меня было кстати они ответят ну как там вот вы же делали там написано что мы делали вот мы это сделали за это деньги а зачем вы это делали если не помогло я же миллион разных дел ну короче друзья вот так вот не знаю что добавить просто очень крутой монитор его если честно очень жалко то что он очень классно показывает и пускай 60 герц но цветопередача очень хорошая качественно я его покупал в четырнадцатом году его на самом деле хочется еще им пользоваться не знаю потому что он очень очень крутой ну и можно сказать что вот эту линию в общем-то не видно ну что ж теперь буду все собирать обратно и самое сложное конечно же это установить вот эту слезную рамку потому что она там миллион защелок с другой стороны и они все очень тульки постараюсь постараюсь вот она вот так вот надевается причем смотрите здесь есть указатель денис вот треугольничек низ поэтому я вот он внизу он указывает именно на логотип и на низ поэтому я не перепутаю а надевается он просто надевает защелкаешь но перед этим я и сейчас его еще по моему тоже ужасно ужас в состоянии ну что ж обратная сборка поехали так ну и конечно же нам опять придется его отключать отсоединять ворожеским жестоким способом естественно простите если это задевает вот такие вот негодяй тут одевается это элементарно просто щелк 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 вот если я сдам в ремонтную там они нам учатся поверьте столько защелочек что мама не верю просто жесть ну с другой стороны у нас еще два винтика не показал они по краям тут прикручиваются два совсем маленьких вот здесь вот ну что ж почему бы нет почему бы к ней прикрутить вдобавок если у нас такая замечательная xiaomi отверточка есть почему бы это не сделать раз она такая профессиональная вдобавок видите на магнитах все раз прицепил болтик и прикручиваю за секунды конечно жаль друзья я честно вам я потрогал шлифы не на камеру но я понял что это не в шлейфах не вот в этих вот шлифах почему-то ю тубе в роликах показывают постоянно шлифы вот смотрите там шлифы тут но друзья вам честно скажу еще раз повторять как этого тут вот сжимал вот в этой области да где-то оказывается я даже думал что я здесь сжимал то оказывается нет я жимал где-то вот здесь вот здесь даже в районе ли здесь блин я уже даже запутался да в районе здесь вот здесь вот оказывается где вот этот чип черненький не знаю вот в этой области как оказалось я посмотрел вот здесь вот я нажимал как-то снизу сверху сбоку и как-то может быть из-за этого шлифа ну опять же я его отсоединял подсоединял все нормально ну короче вот здесь вот возможно проблема как-то здесь может быть действительно вот этот шлиф виноват но опять же сколько раз его отсоединять отсоединять я уже несколько раз отсоединял подсоединял вот этот и никаких проблем не было с другой стороны друзья у меня появилось желание может посмотреть с другой стороны платы а нет ну как я посмотрю хотя то она приклеена да он точки причем здесь точки отошли уже быстро а вот здесь держится он . вот это вот беленькая . до сих пор держится это и так понимаю места приклейки где-то все отошло а где-то нет прикол прикол конечно же прикол но здесь просто идеальные контакты я не знаю что может пойти не так то что они просто идеальные как будто вы только что и сделали вот это не только что сошли с конвейера вставляется они просто и короче тут никаких проблем вообще нет но опять же повторяюсь именно здесь я нажимал и что-то присоединяюсь может быть тут что-то контачит я не знаю замыкает черт возьми вообще непонятно вот так хотя бы если перевернуть здесь я смотрю там нет никакого не окислы ничего никаких проблем нет поэтому я думаю навряд ли здесь какие-то сложности непонятно непонятно то ли это монитор то ли это плата но опять же как можно починить плату нажимая вот на вот эту тут причем я снизу по моему еще нажимал вообще начиналось того что я как бы обхватывал вот так вот из той стороны с этой и вот так вот как-то прожимал друзья возможно кстати и этот контакт что-то чудит это тоже возможно здесь я вот сейчас так подумал может действительно этот чудит я его именно задевал как-то проживал и он становился лучше не знаю не знаю я с ним скажу не знаю же ну вот что собственно получилось ничего не изменилось вот как видите совсем небольшая незаметная полоса на камеру я смотрю она вообще незаметно почти что вот она и что хочу сказать что я уже тоже почти не замечаю и в общем то ее удалось починить только за счет того что я снял вот эту переднюю панель и его так прощупал там что очень жестоко нащупал и все вот она вот так стало и все ни туда ни сюда и обратно лучший пока что вариант и вот собственно чему я дошел вот собственно и все думаю не знаю как прокомментируйте вот так вот прокомментируйте научите меня учинить мониторы расскажите что же мне надо было на самом деле делать